Добрый день! Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Викинг Туристик. Сейчас мы находимся в регионе Фетхие. Посмотрим отель Летуния. Вот прекрасная статуя Артемис стоит. Очень классный этот отель, он большой, у него есть свой полуостров. Сейчас мы все это, я надеюсь, посмотрим, нам покажут. Ресепшн отеля небольшой, а отель на самом деле очень большой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот отсюда стартует лодка, которая плывет в город Фетхи. 7 долларов стоит туда-обратно. Территория состоит из бунгал, лестницы здесь есть, лифтов нету, поэтому если вы не любите ходить, вам не сюда, потому что есть виллы, которые находятся очень высоко и чтобы туда добраться надо быть спортсменом. Они обновили, реновировали все эти виллы большую часть предыдущие года, когда мы здесь жили. То есть номера были у старых. Сейчас посмотрим, что теперь. Второй ресторан, здесь можно кушать. Появился фуникулёр у них, он поднимается на самый верх, можно подняться на лифте. Отель удобно расположен от всех экскурсионных программ. Видите, Патары 74 километра, Хантас 64, Лос 49, Кодиана 28, Каунус 72. По концепции ультрон-эклюзер здесь были напитки иностранного производства. Виски, текила, водка. Сейчас. Вот такого уровня. Раньше было такие же напитки, как в duty-free продают. Отличный вариант для детского отдыха. Единственное, что здесь каскадная территория, она много по территории ступенек и, соответственно, между бунгало здесь понятно, что все нужно по ступенечкам ходить. Тип номера корнер. Покрытие. Здесь или плитка, или паркет, ванная комната, здесь душ, кабинка, фен, балкон небольшой, с видом на порт, территорию, пляж, пляж здесь песчаный, у них несколько таких пляжей. Жил я в этом отеле 7 лет назад. Хороший отель, хорошая концепция ультрон-эклюзер, напитки иностранного производства были. Бассейн, главный ресторан. У них есть еще ресторан, который находится на полуострове, там тоже можно покушать. Мы находимся на минус-пером этаже, спа-центр, зона отдыха. Крытый подогреваемый бассейн в зимний период. Потрогаем? С вами. Ну, не такой уж он и теплый, градусов 25, 23, 24 где-то. Есть джакузи. Тип номера стандарт, ванная комната, душевая стойка. Ванная комната меньше, покрытие здесь линолеум, специальная такая линолеумная плитка. К сожалению, не знаю, как это называется. Чайный уголок есть, плазменный телевизор, две кровати, балкон. Такой же небольшой, как в соседнем. С видом на порт, море и на территорию. Территория очень зеленая, состоит из бунгал. Сейчас мы находимся в основном корпусе, мейн-билдинг. Отель располагается к спокойному отдыху, к отдыху с семьей, с детьми. Смотрите, какой красивый водопад, фонтан. Бунгало обновленное. Плазменный телевизор, чайный уголок. Балкон здесь нет, ничего страшного. Окошко. Ванная комната. Одна раковина. Душ. Душ тропический. Фен. Еще одно зеркало, второе. Вот и все. Вид открывается на территорию, на лес. Балконок. Видите, тут никакого нет. Водная горка, которая прямо в море. Зона отдыха и еще одна водная горка. Вот такие красивые у них цветы. Вот песчаный пляж. Видите, какой хороший красивый песок. Детки будут в восторге. Цеп номера бунгало. Это старое бунгало, в котором не было реновации. Вот оно такое. Есть чайный уголок. Кондиционер. Потолок такой деревянный, старый. Мебель. Раритетная какая-то. Чайный уголок. Душ. Плитка. Раковина, фен, косметика. Здесь есть балкон. Стоит диван. Вид на море. Вот вид здесь классный. На пляж. Плазменный телевизор. Гардеробный шкаф. Еще один пляж. Главный ресторан. Второй. Который находится между главным корпусом и бунгало. Здесь у нас супы. Нарезки зелени. Пиццы. Выпечка. Здесь делают медлене. Макароны. Макароны. Всевозможные соусы, оливки. Салаты. Салаты. Салаты еще раз. Сыры, колбасы. Пойдемте посмотрим, что горячее у них. Это еще не все. Рыба. Ужалок томата. Рис. Робколи. Непонятно что. Кукуруза. Сладости. Тут же напротив фрукты. Робколи. Это город Фетхиа, напротив. 7 лет назад я инспектировал этот отель. Номера лучше стали, обновились. Потому что тогда они были очень старые. Такое ощущение, что в 80-е годы попал. Мы возвращаемся с вами на ресепшн. Территория большая для тех, кто любит походить или кто может походить. Если вы не любите такие отели, лучше вам сюда не приезжать, потому что реально очень будет сложно подниматься в бунгало. Тогда или брать в основном корпусе, где есть лифт. Территория большая. Красивая, зеленая, очень своеобразная. Много таких вот статуй интересных. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Исинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by